Вот уже не один год по инициативе мэра Анатолия Пахомова летом начинают работу спортивные площадки. Их можно посещать ежедневно, кроме понедельника, с 6 до 9 часов вечера. Игры в волейбол, баскетбол, футбол и многие другие проходят по чутким руководствам инструкторов. Так что дети находятся не только под присмотром, но и учатся правилам, за нарушение которых приходится отжиматься. Так можно не только узнать специфику многих видов спорта, но и подкачать мышцы. А с прошлой недели появилась возможность побороться за медали и грамоты. На 17 площадках стартовал Кубок Департамента физической культуры и спорта. Было принято решение провести турниры среди детей, которые бы стимулировали всех детей приходить на эти площадки и заниматься больше спортом. Турниры продлятся до конца августа. И в августе будет определена сильнейшая площадка, она будет награждена, поощрена. На этой неделе на площадках проходят соревнования по дартсу и футболу. Затем ребята поборются в силовом многоборе и веселых стартах. А накануне на спортплощадке, которая находится на улице Чехова, были подведены итоги соревнований по скиппингу. Самое большое количество прыжков смогла сделать Снежана Беликова. Прыгнуть без остановок 509 раз на скакалке для воспитанницы второй спортшколы несложно. Уже 8 лет Снежана занимается художественной гимнастикой. Мне очень тоже понравилось, было много участников. Все хорошо прыгали, кто-то лучше, кто-то хуже. Но я очень рада, что я стала победителем. Я очень рада, что сделали такие площадки. И они у нас по району Донскому не одна, а десятки, а то и больше. И то есть я каждый день прихожу сюда на площадку, площадка открывается с шести вечера. И каждый день какие-то новые люди приходят, то есть каждый день больше и больше людей. К тому, что дети по вечерам находятся на спортивной площадке, они просто сидят на лавочке во дворе рады и родители. Хотелось бы поблагодарить главу администрации города, все спортивные площадки, спортшколы, методистов также, которые дают, предоставляют такую возможность, чтобы дети в свободное время могли бы спокойно отдыхать, заниматься спортом. Я, как человек спортивный, тоже хочу привить своему сыну тоже любовь к спорту. Соответственно, каждый вечер в свободное время привожу его сюда. Или жена приводит, или я. Но не только площадки могут принести детям воспитательные результаты и хорошую физическую форму. Бесплатно заниматься любимым видом спорта можно и нужно в специализированных школах, которых на курорте около 30.